Следующая работа Тайная вечеря. Тайная вечеря находится в монастыре в Милане, Санта-Мария-де-Ла-Грация. И это в трапезные монастыря. Это фреска, она расположена на стене. Вообще она, конечно же, очень обветшала это, и уже она меняла свой внешний вид и стала очень портиться при жизни. Почему? Потому что фреска это живое. Для работы с фреской нужно было работать очень быстро и динамично, поскольку это материал, который быстро высыхает. Но так как Леонардо да Винчи не умел быстро работать, ну собственно и заказ был достаточно объемный, серьезный, и он изобрел новый вид техники для того, чтобы он мог писать долго. Но может быть он не проверил это в работе, не было возможности, и уже при жизни она стала сыпаться, терять свои свойства. Что говорит история написания этой работы? Сделали заказ Леонардо, и он долго его выполнял. Долго почему? Потому что он искал тот типаж человека, который бы подошел на роль того или иного апостола. Обратите внимание, что здесь Иуда сидит за столом. Помните, в эпохе раннего Возрождения художники высаживали его вне стола? Еще обратите ваше внимание на ту динамику, которая происходит за столом, как проявляют себя сейчас апостолы. Много динамики, много эмоций, они реагируют на те слова, которые сказал учитель о том, что среди вас есть предатель, и он не пройдет какое-то время, предаст. И пошла реакция. Здесь Иуда сидит за столом. Каждого ученика он делал зарисовки, либо приводил для того, чтобы можно было с него писать. Долго писал. За Леонардо де Витче был представлен смотритель, который приходил к заказчику и докладывал. Докладывал вообще, как движется процесс, что он делает, на какой он стадии. И он приходил и говорил, вы знаете, хозяину, что я не знаю, как Леонардо работает. Он может с утра, 5 утра, до следующего 5 утра не слезать с лесов, все в работе. Потом он может прийти на 5 минут, посмотреть, уйти. Потом он неделями не приходит, либо неделями работает. То есть как бы нет таких, скажем, предположений, когда же закончится эта работа. Ну и хозяин вызывает Леонардо де Винчи и говорит, слушай, ну давай-ка, наверное, уже когда уже тут финиш случится, когда ты нам выдашь свою работу. Он сказал хозяину, что вы знаете, в принципе, я уже все закончил, и осталась только одна фигура, фигура Иуды, персонаж Иуды. Если хотите, я возьму и напишу его с вашего смотрителя. Ну тогда хозяин уже сказал, ладно, заканчивай, когда закончишь. И пошел все-таки Леонардо искать тот образ, который бы мог подойти на роль Иуды. И на улице он увидел человека, который там где-то уже опустившегося, где-то под забором нашел. Он увидел, он вообще сказал, озлобленное лицо. И нашел, привел его в эту мастерскую, где работал. На что этот человек говорит, что я у тебя уже здесь был. Он говорит, как ты мог быть? Я у тебя был и позировал на роль Христа. И через 4 года этот человек подошел Леонардо да Винчи на то, чтобы он мог позировать в роли Иуды. Насколько резко изменилась жизнь человека, насколько внешний облик его стал таким, что вот тот эталон жестокости он нашел именно в этом человеке. И этот факт описывает Джорджио Вазари. Джорджио Вазари жил в период, когда жили современники, его современники. И он написал книгу о самых известных воятелях, изучих того времени, жизнеописании. И этот факт он внес в эту книгу. Во время бомбежки полностью разбомбили это здание, и оно было очень долго открыто в агрессивной среде. Потом монахи, здесь вот ноги, а вообще монахи потом прорубили дверь, им надо было как-то сокращать путь, и они прорубили дверь, и при этом часть фрески пострадала вот в этой части, они дверь усадили. Но работа уникальная. Если смотреть, стоять в этом огромном помещении и стоять на самом, скажем, на противоположном краю, на противоположной стене, мы увидим, как гармонично вписано в пространство, вот в перспективу эта работа. Она вписана исключительно из того, что когда мы смотрим, работа соединяется, вернее, в перспективе соединяются предметы, соединяется и комната, и начинает соединяться комната, в которой находится этот сюжет. Вот мы видим это, вот перспектива на сужение пошла, вот туда.